Закон Господа И даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Это не догматическое утверждение. Это не утверждение человека, который прочел какую-то книгу и чем-то делится. Это утверждение человека, который умел говорить с Богом. Может быть, не всегда в его жизни он пользовался этой возможностью, но он умел говорить с Богом. И самое интересное, что Давид не только говорил с Богом, но и Бог отвечал Давиду. У них был диалог, у них было общение. Получается, что Давид очень хорошо различал голос Божий. И когда его интересовал какой-то вопрос, и если он прибегал к Богу с вопросом, Бог давал ему ответ. И Давид, не колеблясь, понимал, что так, да, проговорил Господь. Давид хорошо знал голос Божий. В Священном Писании есть еще описание одного Божьего человека, который также замечательно знал голос Божий, который, думаю, не спутал бы этот голос ни с каким другим на свете. Собственно, в те времена, когда он жил, голосов-то на земле было немного. И однажды, когда этот человек услышал такой знакомый голос, голос своего Творца, он убоялся и скрылся. Вы, наверное, уже поняли, о ком идет речь. Речь идет об Адаме. Об Адаме, первом человеке на земле. Давайте прочтем с вами еще одно замечательное повествование, точнее, часть повествования, записанное в Первой книге Царств, третьей главе с первого стиха. Отрак Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. И было в то время, когда Илий лежал на своем месте, глаза же его начали смежаться, и он не мог видеть. И светильник Божий еще не погас. И Самуил лежал в храме Господнем, где ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу. И отвечал он, вот я. И побежал к Илию и сказал, вот я, ты звал меня? Но тот сказал, я не звал тебя. Пойди назад, ложись. И он пошел и лег. Но Господь в другой раз возвал к Самуилу. Он встал и пришел к Илию вторично и сказал, вот я, ты звал меня? Но тот сказал, я не звал тебя, сын мой. Пойди назад, ложись. Самуил еще не знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось ему Слово Господне. Вот такой странный казус. Я думаю, многие из нас знают историю отрока Самуила. Потом пророка Самуила в будущем. Вы знаете, что это был сын обетования одной женщины, Анны, которая так хотела иметь ребенка, так хотела иметь наследника, что в храме молилась. Молилась и обещала Богу, что если Бог пошлет ей сына, если услышит ее молитву, то она отдаст этого ребенка на служение Богу во все дни. И так она и сделала. Бог услышал ее молитву. Она привела Самуила в храм, к священнику Илью, и отдала его во служение. Наверное, это был нелегкий шаг для нее, но она его совершила. И вот этот отрок, юноша, вначале младенец, Самуил, он пребывал при храме и рос в храме. И вот такой дивный казус. Он вроде бы жил и проводил все время своего существования в том месте, где по определению присутствовал Бог, где по определению люди общались с Богом, где слава Божия должна была быть видна особым образом. И у него никаких ассоциаций не возникало с тем, как может говорить Бог. У него не было с чем сравнить, как Бог может обратиться к человеку. Видимо, и сам священник Ильи не сразу сориентировался в ситуации, потому что не сразу он понял, что Бог, небесный Бог, голос неба адресуется сегодня к Самуилу. И он думал, что Самуилу что-то показалось. Из истории этой очень хорошо видно, что Ильи прекрасно понимал, как Бог может говорить. И впоследствии он научил Самуила, что говорить, как отвечать, чтобы состоялся диалог с Богом. Но, видимо, настолько редкими были вот эти общения в храме с Господом у этих людей, что у примера для подражания, как говорит Бог, как себя вести, у Самуила не было. Священное Писание повествует о другом слуге. Самуил, собственно, был слугой в храме, слугой у священника, потому что был еще маленьким. Был другой слуга, тоже у некоторого Ильи, только не Ильи священника, а у Ильи пророка. Этого слугу звали Елисей. И этот Елисей тоже жил многие годы жизни рядом с этим пророком. И вот, когда настало время пророку закончить свое служение на земле, когда Бог открыл ему, что он будет забран от земли, то Илья задал вопрос Елисею, что хочешь ты, чтобы я оставил тебе, чтобы я дал тебе? И самое интересное то, что этот слуга Елисей, он ни минуты не колебался, он не просил время на раздумья, он не начал лихорадочно думать, что бы такое попросить, чтобы ему пригодилось в жизни. Он однозначно знал, что он хочет. И он сказал, дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. И если вы помните, Бог даровал ему желаемое. В книге «Деяния апостолов» описывается случай, когда некто Симон, увидев, что через возложение рук апостольских передается дар Святого Духа, собрал какую-то определенную, наверное, приличную сумму денег, на какую был способен, и принес эти деньги к ногам апостолов для того, чтобы и ему стать причастником этого Святого Таинства, что бы и через его руки, через его возложение рук передавался дар Духа Святого. И услышал страшные слова в свой адрес. Он сказал, апостолы ответили ему, что видим тебя, исполненного желчи и в узах неправды, и серебро твое добудет тебе в погибель, потому что ты помыслил получить дар Божий за деньги. И Симон сам смутился от того, что он сделал, и попросил молиться, чтобы Бог простил его за этот грех. Мы видим два желания Симона и Елисея обладать той силой, которой обладали те, кто были рядом с ними. Но одному человеку Бог дал желаемое, а другой был облечен, строго облечен в своих неправильных намерениях. Видимо, Елисей научился чему-то очень важному, находясь эти годы в присутствии Илии, Илии пророка. Видимо, он увидел что-то очень важное, ему захотелось идти этим же путем. Елисей видел очень мало почестей, адресованных к Илии. Это был человек, который скитался по пустыням. Это был человек, которого считали безумным. Но это был человек, над которым присутствовал Бог, в жизни которого проявлялся Бог. И Елисей не раз видел, когда совершалось невозможное руками Илии. И Илия свидетельствовал, что это промысел Божий. И Елисей увидел что-то главное. И Господь увидел, что сердце Елисея готово к тому, чтобы принять силу, которая была на Илие, дух, который был на Илие, вдвойне. И Елисей пошел продолжать это служение. Илья Пророк оказался замечательным примером общения с Господом, подражания ему, послушания его слову, послушания его голосу. Второе послание Коринфянам. Хотелось бы еще один отрывочек прочесть, записанный во втором послании Коринфянам, третьей главе. Слова апостола Павла, где он говорит следующее. Это второй стих. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы – письмо Христово. Павел вообще имел замечательный дар излагать истины Божьи. Излагать их просто, излагать их доступно и очень емко. Но что может быть более емким, чем вот такой образ, где сказано, что мы – письмо Христово. Мы показываем собой, своей жизнью, что мы – письмо Христово. Я, когда размышлял над этим образом, задал себе вопрос. Интересно. А какое послание, вот это письмо, написанное на плотяных скрижалях сердца, сегодня несет в мир? Сегодня несет окружающим людям? Чему научатся те, кто соприкоснутся со мной, может быть, даже вскользь, может быть, бросив в белый взгляд, что они увидят во мне? Может быть, они увидят просто, может быть, успешного человека, может быть, увидят благополучного человека по сравнению с, может быть, многими другими, кто живет в этом мире. А увидят ли они главное? Увидят ли они того, кто дает успех? Увидят ли они того, кто дает это благополучие? Мы письмо Христово. Получится ли у окружающих увидеть и, быть может, даже перенять мой опыт общения с Богом? Я вот хотел бы задать такой вопрос всем нам, друзья, тем, которые сегодня пришли поклониться Господу. Вот с кем бы лично вы сравнили себя? С Ильей священником, который, в принципе, знает, как говорит Бог, но складывается его жизнь так, что Бог сам по себе, а я сам по себе. И когда Самуил передал слова Божьи к Илье, что Бог сказал, что за то, что ты не следил за домом своим, не обуздывал сыновей твоих, то закончится жизнь ваша, Илья сказал вроде бы смиренные слова. Он Бог, что хочет, пусть то и делает. Но эти смиренные вроде бы слова свидетельствуют о том, что Илья занял позицию. Бог Богом, а я я. Или, может быть, мы похожи на Илью пророка. Люди, соприкасаясь с нами, заражаются нашим примером подражания Господу. Им хочется, чтобы дух, который на нас, был на них вдвойне. Попробуйте ответить себе на этот вопрос. Какое послание, вот это письмо, которое в ваших сердцах сегодня несет в мир. Какой результат от этого посланничества? Друзья, именно потому, что наш Господь не перестал говорить, именно потому, что наш Бог не изменился со времен Давида, со времен Адама, со времен Ильи пророка и Ильи священника, наш Бог продолжает говорить, мы не имеем права жить так, как будто бы Он этого не делает. Мы не можем занимать позицию Бог Богом, а у меня как-то своя жизнь. И иногда я буду пересекаться с Ним, иногда я буду отзываться на Его голос, иногда буду что-то говорить Ему, но, в общем-то, Он идет своим путем, а я своим. Вы подумаете, наверное, что-то страшное я говорю, и ни один здравомыслящий христианин никогда такие мысли вслух у себя, в сознании говорить и не будет. Но обольщение происходит именно в умах, когда мы не говорим себе правды, когда мы не называем вещи своими именами, когда просто делаем так, стараясь не задумываться, почему мы делаем и что происходит и какие последствия этого действия. Сегодня не те времена, когда Бог молчал в Израиле, сегодня даже не те времена, когда были времена священника Илии, что Слово Господне было редкое и общаться с Ним люди могли нечасто. Апостол Павел очень хорошо понимал, какие времена вошли мы, какие времена вошли они, в какие времена входит Церковь. И об этом он свидетельствовал в книге «Деяния апостолов» в 17 главе. С 26 стиха он сказал так. От одной крови Он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Павел понял суть замысел творения. Оказывается, от начала, от создания мира Бог желал быть недалеко от каждого из нас. не просто быть недалеко от церкви, не просто быть недалеко от храма или от какого-то одного избранного человека, а Он желает быть недалеко от каждого из нас. Он желает быть максимально близком общении с каждым из нас. И это возможно для нас сегодня. Я почему-то так думаю, что если бы Адам, Ева, в момент выбора, находясь там в Эдемском саду, просто бы воззвали бы к Богу и спросили, Боже, где Ты? Они бы удивились, насколько недалеко Он был от них, насколько близок Он был. В Евангелии от Иоанна, в частности, в 10 главе, Христос много говорил о пастыре и овцах. И если передать то, что Он говорил, некоторую часть Его мыслей своими словами, я бы сказал следующее. Христос пытался передать и научить, что Он пастырь добрый. И Он очень хорошо знает всех своих овец. И самое главное, что Он говорил, что и овцы знают Меня и знают голос Мой и идут за Ним. И мне бы хотелось пожелать всем нам такого особого Божьего благословения, чтобы мы были способны знать голос Божий и следовать за Ним, чтобы быть близкими к Нему, потому что Он недалеко от каждого из нас. Сохранять это таинство общения с Небесным Царством уже здесь на земле и развиваться в Нем. И, конечно, хотелось бы, чтобы и мы были добрым примером, как Илья, пророк, и подражали доброму примеру, чтобы когда Господь обратится к нам со словами «Где Ты?» Иван, Мария, Алексей, Екатерина, «Где Ты?» Нам не пришлось падать ниц и кричать, обращаясь к горам, «Падите на нас!» к холмам покройте нас от лица Божьего, а со смирением ответить, говори, Господи, ибо слышит раб Твой. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что зашли на богослужение в Первую Одесскую Церковь евангельских христиан-баптистов. Мы всегда рады видеть вас в нашей Церкви, которая богата традицией, проповеднической традицией, богата историей, но более всего мы хотим сохранить Христа и Его Слово. Мы снова приглашаем вас на следующие наши богослужения и не имеет значения, что они происходят через современные средства связи. Связь наша не виртуальная, а реальная, потому что связывает нас не спутник, а Дух Святой. Благослови вас Господь, да будет Он с вами всегда!